С 1 июля этого года электрические счетчики в квартирах и домах будут устанавливать и обслуживать бесплатно. Эти обязанности возложили на сетевые организации и гарантирующих поставщиков. Исполняться они будут при помощи умных счетчиков. Эти и другие новости в правовой рубрике от Гарант Чебоксары. Приобретение, установка, поверка и замена электросчетчиков – теперь забота сетевых организаций. При этом предполагается, что указанные обязанности поставщиками будут исполняться в том числе с помощью умных счетчиков, которые будут сами передавать показания о количестве и даже качестве потребленной электроэнергии. Сами настраиваться и подсчитывать электроэнергию, потребленную днем и ночью, в пиковую нагрузку, летом и зимой, в зависимости от тарифа. Сами будут предупреждать о попытках их перенастройки третьими лицами и даже сами будут ограничивать электропотребление должникам. При замене вышедших из строя счетчиков сетевики и гарантирующие поставщики еще полтора года могут устанавливать приборы учета старого образца. С января 2022 года в обязательном порядке только умные счетчики. Что касается новостроек, то все вводимые в эксплуатацию многоквартирные дома обязательно должны оснащаться именно такими умными счетчиками электричества уже со следующего года, с января 2021. Еще одно решение коснулось российских паспортов и водительских удостоверений, срок действия которых истек с 1 февраля или истекает 15 июля этого года. В связи с пандемией они считались действительными. Также на период пандемии основными документами граждан, которым исполнилось 14 лет, могли оставаться свидетельства о рождении или загранпаспорт. Сейчас МВД России определила порядок и сроки замены или получения таких документов. Установлено, что сделать это можно будет до 31 декабря 2020 года включительно, а имеющиеся документы будут оставаться действительными вплоть до их замены.